Ее ученики – храбрейшие летчики, самоотверженные врачи, выдающиеся инженеры. 45 лет Надежда Павлова проработала учителем начальных классов. Когда началась Великое Отечественное, ей едва исполнилось 14. Наряду со взрослыми девочка работала в колхозе. Среди множества наград теперь есть еще одна юбилейная медаль – 70-летие Победы. Все стремились к победе, знали, что победа будет. Поэтому, мне кажется, только победили, потому что народ очень-очень верил в это. Сейчас на пенсии четверо внуков, правнучка. Я счастливая мама, счастливая бабушка, а теперь вот и прабабушка. Еще одну юбилейную медаль получила ветеран войны Антонина Андрюшина. Женщин-героинь весь зал приветствовал стоя. Сквозь голод, разруху, смертей вам выпала особая дорога. Вас не считали за детей, а Родина с вас спрашивала строго. Вот все это нам, детям, лишенным детства, пришлось пережить в годы войны. Другие войны в Афганистане, в Чечне, в Азербайджане тоже наложили неизгладимый отпечаток на многие самарские семьи. Первый и единственный музей, посвященный локальным воинам, открылся в Самаре благодаря Анне Кривощоковой, дочери ветерана афганской войны. Она стала Женщиной года в номинации «Женщина государственной муниципальной служащей». От простого специалиста Анна выросла до заместителя главы администрации Кировского района. Это благодаря, прежде всего, моему папе Кривощокову Сергею Николаевичу, благодаря которому я сегодня стою на сцене, который заложил меня основу, наверное, самое главное в жизни – это оставаться всегда в любой ситуации человека. И он меня всегда учил мудрости и, наверное, большому опыту жизненному. В общей сложности в 14 разных номинациях были отмечены 85 женщин – учителя, врачи, военнослужащие, матери, общественницы и даже студентки. Им вручили дипломы, ленты победителей и, конечно, цветы. Николай Меркушкин отметил, ни в какой другой акции нет такого количества победителей, поскольку женщины очень активны и успешно трудятся в самых разных сферах. Акция «Женщины года» проводится уже 17-й год по инициативе общества. Это одна из крупнейших женских организаций губернии, которая насчитывает порядка 11 тысяч человек. Виктория Шара и Марина Матвейшин, Артем Сулайманов. События.